В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Затопило. Накануне у жителей верхних этажей дома номер 4 по Октябрьскому проспекту в квартирах пошел дождь. Потоп случился во время запуска системы отопления, говорят собственники. Причем льет с потолка уже не первый год. Как только включают батареи, так сразу же начинает отваливаться штукатурка и отклеиваются обои. Начало этого отопительного сезона прошло по привычному сценарию. Печальную традицию не нарушил даже проведенный капитальный ремонт. Кто виноват в протечках, узнаете из следующего материала. Безобразие. Чуть на ребенка не упало. Только что. Посмотрите, что творится. 21 век на дворе. 27 сентября жителям этого дома дали отопление. Вот только это событие стало нерадостным. В этот же день в квартирах на верхних этажах начался потоп. Самые худшие ожидания граждан оправдались. Когда у нас включают отопление, это уже каждый год, из года в год, одна и та же картина. На четвертом этаже проливает, на пятом вообще все заливает. В квартире у Ольги разруха. Из-за отвалившейся штукатурки находиться в комнате опасно. После вчерашнего потопа женщина в экстренном порядке перевезла к родственникам всех домочадцев. Ищем квартиру, потому что находиться в таких условиях я не могу. Бессонная ночь была и у Татьяны Богачевой. Вместе с ней живет мама-инвалид. 91-летнюю пенсионерку, прикованную к постели, также в срочном порядке, пришлось эвакуировать в другую комнату. Она вчера под зонтиком лежала. Вчера дождь проходил, ливень здесь. С ней было вчера плохо, мы ей вызывали скорую. Мы с сестрой ночью не спавши, потому что ей было плохо, у нее давление падало. Состояние было просто критическое. Ущерб от потопа немаленький. В общей сложности от прорыва системы отопления пострадали жители 4-х квартир, располагающихся на 3-м, 4-м, 5-м этажах. Наталье не повезло вдвойне. В этом году она сделала у себя в квартире евроремонт. Начало от балкона, от этой двери, и потекло сюда. Одновременно промокли все стены. Здесь нас залило, здесь было прямо озеро спиной. Самое интересное, что два года назад в этом доме сделали капитальный ремонт. Заказчиком работ выступала администрация города по решению Октябрьского районного суда. Жители еще тогда усомнились в качестве работ и говорили, что подрядчики делают ремонт не капитальный, а текущий. Вместо того, чтобы восстанавливать стены и менять гнилые балки перекрытий, рабочие просто дырки замазывали. Чтобы мне сделать хоть какой-то паркет, или там что-то постелить, мне нужно выровнять их, мне лаги нужно проверить. А вам предлагают тушу просто сама задействовать? Да, сказали, это текущий ремонт. Нет, извините, усиление существующих несущих конструкций лаг, это скрыть, посмотреть, какие гнилые, заменить, усилить и только после этого настелить. Нынешняя протечка – подтверждение прошлогодних опасений по поводу качества ремонта. Говорят граждане, сегодня недовольные судятся с чиновниками и требуют, чтобы мэрия провела независимую экспертизу по факту сделанного капремонта за свой счет. Ремонт был, но по факту его можно сказать, что и не было. Почему? Потому что ни одной коммуникации, ни одной трубы, ни одной батареи не было заменено. И почему ответ у нас на потолке? В мэрии нас заверили, капитальный ремонт был выполнен качественно. Протечка случилась не по этой причине. И фактически управляющая компания с этим согласилась, взяв всю вину на себя. Это просто аварийная ситуация. Рвануло не тогда, когда давали отопление, а спустя 30 минут. По ущербу. Это жители будут с управляющей компанией в частном порядке решать. Либо мы им будем делать ремонт сами, либо они будут делать сами, а мы им выплачивать сумму, которую они потратили на ремонт. Мы можем директора связаться, потому что я разговаривала с ним, он сказал, вот такую информацию вам передать. Вот только теперь у прав компании держать ответ не только перед жителями. По факту протечки в день подачи отопления проверку начинает жилинспекция. Наша задача провести проверку. Как так получилось? Потому что если организация готовила сети к зиме, проводила гидравлику, испытания сетей, то протечка, если бы она и была, если бы были какие-то скрытые проблемы в сетях, которые она не могла увидеть, они бы проявились именно тогда. А они проявились сейчас. Значит, возникает вопрос, в том числе, как готовились к зиме. Запорная арматура, из-за которой и случилась протечка, уже заменена, сообщили нам в городском управлении ЖКХ. Тепло должно вернуться в дом сегодня-завтра. Вот только жители продолжают опасаться новых протечек. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал. А про асфальтирование забыли? Улицу Большой проезд открыли для транспорта, но автолюбители по-прежнему не горят желанием по нему ездить. Работы на теплосетях закончились, а вот дорогу в порядок подрядчики не привели. Водители жалуются на разбитые подвески, пешеходы на отсутствующий тротуар. Кто должен отремонтировать проезжую часть, расскажет Валерия Саенко. Движение открыли, а вот дорогу не сделали. Большой проезд во Владимире по-прежнему остается проблемным участком движения. Здесь ездить без опаски можно только с одной стороны дороги. С другой же лежит крупная щебенка. В результате ездят автолюбители только по одной полосе. В часы пик здесь столпотворение. Пока один поток проезжает, стричь на ждет своей очереди. Движение медленное. Перед каменными насыпями притормаживает каждая машина. Узкая дорога соединяет проспект Ленина и Нижнюю Дуброву. Кто не торопится, ищет пути объезда. Остальным приходится переживать за подвеску. А ее нет здесь дороги. Просто-напросто. Насыпали щебенки, все. Удобно ездить? Нет. За подвеску не переживаете? Переживаю. Потому что это дорогой ремонт. Ничуть не лучше и пешеходам. С одной стороны дороги отсутствует часть тротуара. Так что обходить этот беспорядок приходится прямо по проезжей части. Мамы с колясками, пенсионеры. Все в одинаковых условиях. Бок о бок с машинами идут по щебенке. Сейчас это какое-то безобразие полное. Вам как пешеходу удобно здесь ходить? Нет. Почему? Ну, потому что все разрыто. Вот, посмотрите, что делать. Вот приходится вот обходить вот так вот. Кто ее ремонтировал, наверное, они должны закончить. Они все испортили дорогу. Я не знаю, кто тут занимался. Они, конечно, должны заканчивать свою работу. Работы здесь вели Владимирские коммунальные системы. Меняли трубы, которые проложили еще 30 с лишним лет назад. На замену 200 метров теплосетей ушло больше двух недель. Движение открыли 24 сентября. В мэрии поясняют, раскопанную дорогу восстанавливать придется тем, кто работал на этом участке. То есть коммунальщикам. В прошлом году за несвоевременное благоустройство Владимирские коммунальные системы были оштрафованы на 2 с лишним миллиона рублей. Некоторые разрытия компания ВКС не могла устранить не то что месяцами, годами. Сроки бывало случаи, что затягивались и протоколы составлялись не так много. Но в последний год, особенно в последний месяц, такие случаи единичные. И все решается в доадминистративном порядке. ВКС уверяют, что дороги не забыли, а сразу не стали асфальтировать, чтобы потом не переделывать. Восстановлением благоустройства после произведенных работ занимается подрядная организация, производящая реконструкцию, так как это является частью проекта. Асфальтирование дороги начнется 28 сентября. Приступить к асфальтированию незамедлительно невозможно, так как по технологии необходимо время для усадки грунта. Ездить по щебенке владимирцам придется еще больше двух недель. Восстановить проезжую часть на Большом проезде улицы Разина коммунальщики обещают к 16 октября. Валерия Саенко, Александр Мажаров, Шестой канал. Как распределить сэкономленные средства? Сегодня этим вопросом задались депутаты Горсовета. На очередном заседании поднимались темы образования и благоустройства Владимира. Именно эти статьи расходов стали основными в распределении денег. Какие предложения поддержали народные избранники, а какие вызвали лишь смех? Знает Никита Королев. В повестке дня вопросы в основном бюджетные. Депутатам Горсовета предстояло распределить немало областных средств. Больше 13 миллионов рублей пошло только на развитие образования во Владимире и доступную городскую среду для инвалидов. 100 тысяч получат лучшие учителя города из 10-й и 2-й школ, победители областного конкурса. Такой же суммой поддержат безработных инвалидов. Им оборудуют рабочие места. Но большую часть бюджетного пирога досталось детям. На организацию отдыха детей, а точнее 12 миллионов 604 тысячи, на организацию туристических поездок во время отдельных каникул. На государственную поддержку муниципальных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы. Эта школа 36-я у нас получит 500 тысяч рублей как победитель областного конкурса. Крупная сумма уйдет патриаршам сада. Правда, уже из бюджета города. Чтобы реконструкция завершилась к декабрю, депутаты готовы выделить дополнительные средства. Деньги взяли из сэкономленных на муниципальных торгах. Для выполнения полного комплекса работ на объекте, устройстве наблюдения, подсветке, конференц-зал, обеспечении резки построенных инженерных сетей к действующим инженерным сетям, а также изготовлении кадастровых спортов, построенных в здании, требуется дополнительное выделение средств из бюджета города в объеме 948 тысяч рублей. Сэкономленные деньги достанутся и скверу за городским дворцом культуры. Напомню, это место отдыха возрождали по госпрограмме. На 30 миллионов федеральных рублей обновили пешеходные дорожки, поставили скамейки, соорудили детскую и спортивную площадки, установили освещение. Чтобы новый сквер не пострадал от вандалов, решено сделать в нем видеонаблюдение. На это депутаты выделили почти 900 тысяч рублей из бюджета города. А вот повесить камеры во всех зонах отдыха Владимира технически невозможно, говорят чиновники. В сквере в Перековском городке нет куда подвести систему видеонаблюдения. Поэтому здесь надо больше работать с жителями или с кем-то. Если у каких-то домов есть система видеонаблюдения на доме, то мы готовы поставить камеру и завести это на тот сервер, который есть на доме. Бурное обсуждение вызвало предложение депутата от ЛДПР. Валерий Пузанов хочет переименовать улицу Карла Маркса, где находится военкомат, в улицу Сталинградскую к 75-летию исторического события. Немец Карл Маркс не имеет никакого отношения к нашему русскому городу. Подберегается сомнение его деятельность в городской истории. По мнению Пузанова, со Сталинградской призывники охотнее будут уходить в армию, чем с улицы Карла Маркса. Правда, ничего, кроме смеха, такая инициатива либерал-демократа не вызвала. Никита Каргаев, Никита Королёв, Александр Мажаров, 6 канал. Безопасность прежде всего. Наезды на пешеходов мэрия пытается предотвратить с помощью экспериментальных проектов. На нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома номер 33 по улице Нижняя Дуброва в прошлом году было зафиксировано как минимум два серьезных происшествия. Автобус наехал на мужчину, а двух школьниц била легковушка. Тогда общественники в очередной раз подняли вопрос о безопасности перехода. Глава администрации Владимир Андрей Шохин лично поручил специалистам изучить ситуацию. В результате они предложили экспериментальный проект по снижению аварийности. И в конце мая на этом нерегулируемом переходе вырос островок безопасности. Дело все в том, что по этому пешеходному переходу на и более высокую интенсивность пешеходов, и тем более здесь находится рядом школа. Пешеходный переход оборудован в первую очередь островком безопасности. Установлены дорожные знаки пешеходный переход со световой индикацией. Проект реализован в рамках городской программы по безопасности дорожного движения. Его стоимость 100 тысяч рублей. Техническая особенность перехода в том, что знаки со световой индикацией работают от солнечной станции, без подключения к электросети. Кроме того, подсветка помогает водителям в темное время суток разглядеть пешеходов, что существенно повышает безопасность перехода. К слову, ситуацию здесь постоянно мониторят, и после установки островка безопасности происшествий не было. В Центре управления городскими дорогами эксперимент считают удачным и рассчитывают установить аналогичные объекты по всему городу в районе детских учреждений. Пешеходам инициатива городадминистрации понравилась. Вот так вот и перебегали на свой страх и риск. А здесь теперь можно как-то, во-первых, машину лучше теперь видеть, и которые едут с противоположной стороны, то есть они останавливаются уже заранее. Муниципальные власти в помощь. В региональном отделении Российской муниципальной академии подвели итоги конкурсов среди средств массовой информации, освещающих деятельность органов местного самоуправления. Общественники, главы муниципальных образований и депутаты ЗАГСобрания отметили работы журналистов и определили лучшие муниципальные сайты региона, которые рассказывают гражданам о работе местных чиновников. Лучшими в этой категории признали интернет-ресурсы города Владимира и Меленковского района. Последние даже поставили в пример другим. Мы фактически информационную повестку формируем у себя на сайте. И только потом она растекается уже по всем остальным и получает обсуждение. Это как бы дополнение. Мы считаем это очень важным моментом, когда мы формируем повестку информационную, а дальше она обсуждается уже на других площадках, получает свое насыщение. Вспомнили и о школе юного законотворца. Главная ее цель – научить старшеклассников основам законотворчества и развить правовую грамотность молодежи. Ребята, попавшие в эту школу, могли сами поучаствовать в написании законопроектов и понять суть работы парламентариев. Старшеклассники предлагали самые разные законодательные инициативы. От снижения возраста наступления ответственности за жестокое обращение с животными до благоустройства мест отдыха. И пусть не все идеи, ребят, созрели до законопроектов, одну из главных задач школа юного законотворца выполнила. А именно показать, что закон – это не просто пачка бумаги. Законы – это правила нашей жизни. И когда ребенок с детства начинает понимать, что нужно, во-первых, четко знать эти законы, во-вторых, можно принять участие их в разработке, ну и в-третьих, в обязательном порядке их нужно выполнять, тогда и порядок в обществе есть, когда люди все у нас вырастают законопослушными гражданами. В их мире мало звуков, но много тепла и надежды. Ежегодно в сентябре отмечается Международный день глухих и слабослышащих. Только в Владимирской области живет несколько тысяч инвалидов по слуху. Чтобы добиться своих целей, им каждый день приходится ломать стереотипы и преодолевать себя. Сложно ли освоить язык жестов и какие профессии выбирают молодые люди с нарушениями слуха, расскажет Маргарита Махрова. Из этой комнаты в общежитии не раздаются громкие крики и музыка. Хотя студенты все время общаются между собой, отдыхают и готовятся к лекциям. Даниил Тихонов родился в Калуге. В детстве мечтал стать машинистом, но в планы вмешались проблемы со слухом. Парень не отчаялся. В этом году поступил во Владимирский вуз и теперь учится на инженера. Люблю считать, люблю решать задачки, люблю рисовать, чертежи, которые делать. Вообще-то я учился не в интернате, а учился в нормальной школе. Я учился до 11 классов. Сейчас учился в универе, в другом городе, в общаге. Стало намного веселее, потому что однокурсники. В общении Даниилу помогает слуховой аппарат. А сейчас он осваивает еще и русский жестовый язык, чтобы говорить с однокурсниками. Ведь некоторые из них совсем не слышат. Кстати, интерес к языку жестов в последнее время растет и у тех, кто слышит хорошо. К сожалению, в России очень мало сурдопереводчиков. Но при желании любой человек может выучить русский жестовый язык и общаться с людьми без границ. Для этого желательно надевать темную одежду, чтобы твои жесты были более отчетливо видны и понятны. И меня сегодня научили одной фразе, которую я могу задать Саше. Как твое настроение? Хорошо. Жестовый язык – целая система знаков, жестов и даже звуков. Точного их количества не знает никто. Ведь в современном мире постоянно появляются новые слова и понятия, которые нужно выразить. В России на языке жестов общается 13 миллионов человек. Кстати, многие сурдопереводчики – самоучки. Слова передаются какие-то жестами, какие-то дактилем. То есть для понимания язык очень интересный. Кто-то и учит английский, кто-то и учит французский. Вот я выучила русский жестовый. Я тебя люблю. Все это идет из жизни. Я – это я. Тебя – это тебя. А люблю, где сердце находится. Получать высшее образование решаются далеко не все люди с проблемами слуха. Поверить в собственные силы первокурсникам помогают психологи. На примерах знаменитых людей ребята убеждаются, что стать успешными в жизни возможно. Сейчас в ОЗИ обучается более 30 ребят с проблемами слуха. Среди самых востребованных профессий у особенных студентов – инженерные и технические специальности. Я приехал из Саратовской области, из города Энгельса. У меня будет специальность автоматизация технологических процессов и производств. Любые преграды, с которыми человек встречается на своем жизненном пути – это своего рода как некий стимул для того, чтобы двигаться дальше. Но сложную профессию еще нужно освоить. Преодолеть звуковой барьер в обучении помогают современные технологии. Есть и компьютерный сортоперевод, ну и специальные технологии, вот мы сейчас у них как раз будем уже внедрять. То есть он не слышит, например, на определенном диапазоне частот, но вот этот звук мы переносим из этого диапазона частот в тот диапазон частот, где они лучше слышат. К слову, люди с ограниченными возможностями слуха обладают безграничными талантами. Они выступают на фестивалях и конкурсах, играют в КВН, танцуют и даже поют на своем особом языке. Салют, салют, пусть всех отнесет по свету, на всех языках планеты слово салют. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, Шестой канал. Всемирный день туризма. Накануне отельеры, рестораторы и экскурсоводы отмечали свой профессиональный праздник. По оценкам региональных властей, в прошлом году нашу область посетила 4 миллиона туристов. Практически половина приезжала в Суздаль. Как привлечь в наш край еще больше путешественников? О развитии туризма сегодня говорим с членом Совета молодых депутатов при законодательном собрании Дмитрием Козловым. Именно он гость студии Шестого канала. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, я знаю, у нас сейчас уже создается или уже буквально создана Ассоциация гостеприимства. Расскажите об этом нововведении. Что это за организация? Для чего она нужна? И вообще актуальность зачем? На самом деле Ассоциация создается. И, как мы понимаем, это будет достаточно важный орган нашей Владимирской области. Инициирована она была на форуме экономическом. На данный момент мы имеем достаточно мощную образовательную структуру для подготовки наших кадров. Мы имеем наш опорный вуз. Это Владимирский государственный университет. У нас есть надежные компании, которые предоставляют образовательные услуги, а также стажировочные программы зарубежного формата. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как образовательный процесс в сфере туризма построен сейчас и какие планируются изменения при создании данной Ассоциации гостеприимства? Туристический рынок на данном этапе должен быть наполнен максимально профессиональными кадрами. Это правильная идея, потому что любая туристическая отрасль в первую очередь развивается из-за компетентного непосредственно подхода. Поэтому мы совместно с ВЛГУ разработали программу, при которой дети получают не только теоретическую базу знаний у себя в УЗИ, они также еще получают и практические навыки, работая в зарубежных компаниях, получая непосредственно опыт работы у отельеров зарубежных, у рестораторов. То есть полностью захватывают сервис гостеприимства с точки зрения туроперейтинга. Они получают у нас лицензионные сертификаты о том, что они именно работники международного класса и прошли стажировку международной компании. После того, когда они приезжают непосредственно обратно к себе в Россию, доучиваются, получают диплом о высшем образовании, вот здесь как раз и встал вопрос, куда нам девать наших специалистов. Потому что на данный момент существует проблема, которая, собственно, говорит о том, что наши ценные кадры, которых мы обучили и стажировали, они уходят в другие отрасли работать. Данная ассоциация, которая, собственно, уже назначена к исполнению, она будет закрывать данный вопрос. То есть сейчас мы в рамках этой ассоциации собираем весь бизнес Владимирской области, весь туристический бизнес. То есть это и ательеры, это и рестораторы, это и агротуризм, что немаловажно, потому что он сейчас очень развивается. Мы со своей, скажем так, законодательной базой, со своей, скажем так, обучающей базой от Владимирского государства университета, мы создаем естественную, скажем так, общую программу, при которой мы создаем кадры и реализуем их на благо Владимирской области. То есть помогаем компаниям, скажем так, найти эти кадры у себя на местах, правильно их реализовать и, скажем так, направить в правильное русло. То есть правильно понимаешь, что это будет какая-то площадка, где работодатель будет встречаться со своим будущим сотрудником? Так точно. Это будет именно такая площадка, которая будет в том числе и закрывать этот вопрос. Также мы в рамках нашей ассоциации будем заниматься обязательно правовой поддержкой, это различного рода консалтинговой поддержкой, оказывать консалтинговые услуги. Мы будем проводить различного уровня повышения квалификации руководителей разного уровня и направления бизнеса. То есть сейчас мы много говорим о том, что нам нужно выйти на новый уровень туристического развития, и мы сейчас стараемся делать шаги именно в этом направлении. Как было озвучено на экономическом форуме, в Тур-индустрии работает порядка 75% людей, персонала, у которых нет специального образования. Даже такие цифры? И это одна из возможных причин, почему у нас, скажем так, сфера обслуживания отличается, допустим, от европейской, да даже от той же самой турецкой сферы обслуживания. Нам есть чем учиться, нам есть куда расти, и мы сейчас уже дозрели вот именно до такой стадии, когда мы знаем, где нам учиться, и куда нам расти, и как это сделать. И мы это делаем сейчас. Спасибо, Дмитрий. А я напомню, что о развитии туризма в 33-м регионе мы беседовали с членом Совета молодых депутатов при законодательном собрании Дмитрием Козловым. Оставайтесь с Рэншистым каналом, до встречи, берегите себя. Пасмурные временами кратковременные дожди, а температура воздуха прогреется до плюс 9 градусов по Цельсию. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 55%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова